А еще хочу вам рассказать про презентацию. Меня пригласила подруга, и это была презентация нового бренда, французского бренда Pure Distance. Он впервые в Украине представлен в сети магазинах Жан. Я, кстати, знаю владельца через мужа, и видите, как мир круглый. И мы с ней пошли туда. Она меня пригласила, потому что я фанат всяких баночек, всяких ароматов вообще. Ну, то есть я обожаю, и думаю, вам расскажу, потому что знаю, что среди моих зрителей есть такие же помешанные на баночках, ароматах. Поэтому, думаю, расскажу вам. Это нишевый аромат, даже не нишевый, это селектив. И у меня на самом деле, у меня есть нишевые кое-какие ароматы, но селектива у меня никогда не было. То есть достаточно одного прыска, и вы будете благоухать, потому что там больше 30% эфирных масел содержат в себе эти ароматы. Ну, все по порядку, поэтому я вам сейчас кое-что покажу. Предлагаю вам задействовать все ваши сенсорные способности для того, чтобы правильно ощутить его идею. Поэтому следующие 15 минут мы будем смотреть, мы будем слушать музыку, настроение, и мы будем слушать ароматы. После чего мы кратко, деликатно и очень доступно обсудим то, что мы увидели. Люди в Москве, люди в Армении, люди в Киеве immediately understood the complexity and the soul of our perfumes. There is a lot inside, there is a lot of soul inside. And it's always a pleasure to be among people who understand our perfumes and are interested in it. После презентации каждого аромата, мы каждый аромат услышали, я для себя выбрала два. Это самые такие, которые прям моё-моё, хочу-не могу. Первый это Black, это вообще мужской аромат, но по статистике его выбирают для себя 30% женщин. Ну, вот я в составе 30%. И второй аромат, это Shade Duna, такой восточный аромат. Кстати, нам подарили каждому коробочку, красивую такую. Кстати, подписали, можно было подойти. Он подписал, мы тут тоже мило пообщались. Я на своём ломаном английском, но мне помогла Марина, она хорошо говорит на английском. Хороший был вечер. Мы, кстати, после презентации с Мариной остались в ресторане, поболтали, поужинали, посмотрели презентацию. Тогда была кулинарная презентация, опять же, только в самом ресторане, от Николая Тищенко, то есть владельца ресторана. Девчонки, мы после презентации остались в ресторане Коэн и решили поужинать дополнительно, выпить чего-нибудь вкусненького, пообщаться, потому что там не было возможности, всё-таки это презентация. Марине, спасибо за приглашение. Спасибо тебе большое, что пришла. Ты пошла в компанию. Да, кто не знает Марину, это совладелец Кабанчиком. Кабанчиком, это крутая одежда. Но я вам уже показывала, рассказывала. Ещё покажешь, правда? Ты скоро придёшь к нам в гости? Я всё никак не могу пытаться, но я обязательно выберусь. Хороший был вечер, просто замечательный. Поэтому, девчонки, если есть возможность, с подружками выбирайтесь. Это так, знаете, перезагрузку даёт. Вот, так что я вам рассказала о новых ароматах, которые появились на рынке Украины, селективные. И теперь мне вот хочется больше таких ароматов у себя дома иметь. Купить их можно в магазине Жан. Я нахожусь на складе. Я прикладываю скрин-карты, где вообще я нахожусь. Это недалеко от Осокорков, в сторону моста Патона. Вот. Это склад. Склад с цветами, но тут ещё декор и много-много чего интересного. Во время тренинга сюда заезжаю. Здесь есть хорошие, ну, как бы интересные вещи. Вот сейчас я вам покажу, что я купила. И по божеским ценам. Потому что я только что была в эпицентре. Хотела купить уже ёлочные игрушки. Надо уже готовиться. И ёлку наряжать. Но я не нашла то, что хотела. А то, что хочу, стоит нереально просто. Ну, как нереально. Когда ты покупаешь одну, две, пять игрушек, это нормально. Но когда тебе надо нарядить ёлку два метра, то, если посчитать, то надо очень много игрушек. И сумма будет за пять тысяч. Ну, вот я стояла, считала. Вот. И выше. То есть, это такая ещё, более-менее. То есть, ну, я не готова на один раз пять тысяч потратить, что ёлку нарядить. Поэтому я купила вот такие маленькие шарики. Так как у нас год петуха. Петушок-петушок, золотой гребешок. Поэтому вот как бы решила в золоте. И вот такая вот коробочка с шариками стоит 140 гривен. Если брать оптом, то 122. Но так как, ну, естественно, это не опт, то 140. Я купила две упаковки. Если не хватит, приеду ещё куплю. Вот. Также были такие более-таки яркие, насыщенные, золотые. Но мне эти больше понравились. Ещё купила это для бутылки. Мы с девочками устраиваем самый новогодний обмен подарками среди блогеров. Вы, в принципе, если смотрите, то могли видеть, каждый Новый год мы так играемся. Соответственно, я знаю, кому целая Яна. Не знаю, кто пришлёт мне. Для своей девочки я купила. Я сюда бутылку положу. Для папы. Бутылку для папы, всё остальное для детей и для мамы. Так, я ещё купила петушку в виде прищепочек. Тоже стоили они, девочки, 30 гривен. И тут их много. Сколько их тут штуки, не знаю, но много. А для Доминики. Она любит всякие такие штуки. Также купила ленту. У меня будет золотая ёлка. Я, конечно, ещё разбавлю чем-нибудь. Может быть, ещё какую-то ленту докуплю. Ещё не придумала. Ёлку поставлю и сочиню. Ну, в общем, золотая у меня ёлка в этом году будет. Девчонки, напишите мне в комментарии, как вы наряжаете ёлки. Потому что, на самом деле, мне стало интересно. Я, как стала блогером, то, естественно, надо ёлку как бы наряжать каждый раз по-разному. Оно и мне так интереснее. И Доминики интересно. Но помню по своему детству, раньше я в детстве наряжала ёлку, как с родителями. Обычно одни и те же шарики, сосульки, игрушки и тому подобное. Поэтому такая задумалась. Дёма, поделишься с мамой творожком? Поделишься? Всё на морозе, парень. Мы дома. То есть, как Дёмка дома, потому что он болеет. Ну и, соответственно, я дома на работу не выхожу. Сейчас были в магазине, забрали некую школу, заехали в магазин. Девчонки, кто детей кормит творожками? Вот в данный момент у Дёмки такой творожок в виде рожка. Всё-таки скажу, как называется. Вот такой вот лайк. Десерт сырковый с наполнителем вишнёвым. Вот, есть разные наполнители, и он просто тащится от этого. Я так поспитала, посмотрела, в принципе, есть можно. Кто пробовал? У меня, если что, то сразу я говорю, идём, там, дам мороженое. И сразу всё, он готов выполнить всё на свете, лишь бы дала мороженое. Ну, типа мороженое. Есть магазин Джулия, я о нём сегодня только узнала и решила вам показать. Сегодня была акция, и девочки сказали, что время от времени акции такие бывают. Это магазин колготок, чулу, гольф, и, в общем, там бельё есть. Цены такие были на колготки, что я не смогла не взять. Вот, всё более, там, по-моему, 40 гривен, ой, 40, 40 процентов сиски были на какие-то товары. Поэтому, думаю, вам покажу. Если вы, например, в Киеве, а если вы вообще в моём районе, это магазин находится на Вербицкого, Нью-Вэй, на первом этаже. Представьте, за всё это я отдала всего лишь 300, там, с чем-то гривен. Ну, вы сами знаете, насколько вообще дорогие колготки, чулки, так подавно. Вот такие вот взяла. Я очень хотела, искала себе колготки, вот, может, сказать, в крапинку, как у меня Ника увидела, говорит, мама, это в крапинку. Вот. Так, что ещё? Взяла низкая посадка чёрной колготки, 40 Дэн. Там были и 40, и 20. Потом взяла высокая посадка, тоже 40 Дэн. У меня троличка. Чулки взяла чёрные, тоже цена очень приятная. Я уже не помню, сколько. Где тут? Тут ценников нету, по-моему, или есть. Нет, ценника нету, но тоже очень приятная цена, там, до 100 гривен. Меньше даже, может, 70. Вот. Вот. Я очень хотела, чтобы сзади был шов, и вот нашла их, 20 Дэн. И вот последние, они мне очень понравились, такие они игривые, можно так сказать. Это не имитация, то есть это на самом деле такие отверстия. Я думаю, холодно ли мне не будет, но в любом случае такие вещи я буду одевать куда-то, поэтому машина и куда-то опять машина, то есть не замёрзну. Поэтому имейте в виду, что вот можно купить недорогие. Сегодня была последний день акции, но они говорят, что очень часто разные акции на разные товары. Поэтому вот поделилась, надеюсь, будет полезно. Девочки, домик для рисования. Видите, тут у нас художество. Да, у нас и крыша. Потолок, да, потолок у нас разрисованный. И стены тоже. Солнышко светит, Надема. Дема получает витамин Д, да? А, Надема, дай красный. Дай красный, дай. Ну дай. Ура, спасибо. Спасибо. А здесь написано то, что наша мама самая лучшая. Мы любим её, мы её любим. И она самая добрая с любовью её дети. Буду хранить эту часть пазла. Нет. Нет? Я не забираю. А ты не жадничай, надо быть добрым мальчиком. Девчонки, у меня пока есть время. Я с работы выезжаю в час. И до трёх у меня есть два часа. И эти два часа я обычно проводила там, ну, по делам, короче, ездила. По элэйровским. Когда бывает свободное время, я заезжаю. Ну, вот я как заезжала, да, в эпицентр. То есть по домашним делам. А тут я заехала по домашним делам. И вот магазин у нас есть. У нас и крыка Аркадия. И там есть магазин BeFree. И вы представляете, я нашла три вещи, которые искала везде. Вот я себе их нарисовала и не могла их нигде найти. И тут я нахожу все эти три вещи. Я такая рада, я думаю, поделюсь с вами. Может быть, вы зайдёте, если вам то, что-то такое надо. У меня тут шорты кожаные. Но они, это не кожа, но, короче, под кожу. Свитер цвета Марсала. Ой, я так люблю, уже второй сезон. Я люблю этот цвет. И свитер очень классный. И юбка. Она спереди на заклёпочках. Такой фасон. Я такую юбку носила в девяностых. Но сейчас это очень актуально. И я хотела эти вещи. Наконец-то я их нашла. И юбка тёплая, и шорты классно на меня сели. Так как я похудела, я купила XXS вообще. Но они классно сидят. И S-очка свитер. Так что, если вы что-то хотите похожее, обязательно зайдите в этот магазин BeFree. И можете там глянуть. А я покупки уже покажу в зимних. В зимних своих обновках. Заговариваюсь. Вообще такая довольная-довольная-довольная. Всё. Сейчас еду домой. Буду вам снимать видео. Где я была. Что я видела. Всё свои впечатления. Поэтому оставайтесь со мной. Будет интересно.